У нас на Рейнбамском плацдарме была стрелковая дивизия 48-я под командованием генерал-майора Афанасия Ивановича Сафронова. Эта дивизия появилась на плацдарме, пришла из Эстонии с тяжёлыми боями и появилась на Рейнбамском плацдарме в самом начале его защиты. И находилась она там почти до конца. Так вот, Афанасий Иванович такой был человек, вообще-то, выдающийся. Я с ним немножко был знаком, и его дочка у нас была, старший пионер-мажатый. Так вот, Сафронов, у него в дивизии, как правило, пост номер один было знамя части, а пост номер два был китайский дворец, который он очень охранял, особенно от мародёрства. В общем, он большое значение уделял охране вот этого китайского дворца, который, в общем-то, остался в первоизданном виде. Это подлинник. И генерал-майор Сафронов, он, значит, когда началось наступление Сарайенбамского плацдарма, он попросил, чтобы его дивизию включили в атакующие цепи первыми его дивизии. Это был вообще замечательный человек. Долго он был командиром дивизии в звании полковника, потом ему присвоили звание генерал-майора, и он, в общем-то, трагически погиб. Когда прошло наступление, он был ещё жив. И он со своей дивизией пошёл потом под Нарву. И вот под Нарвой, через два месяца после освобождения Ленинграда, он погиб. И похоронен он на привокзальной площади города Аренбамма, как, ну, самый такой, ну, из самых достойных, знаменитых защитников Аренбамского плацдарма. У него не братская могила, у него отдельная могила на привокзальной площади города нашего Аренбамма-Моноса.